Продолжение следует... Думаю, в мид в любом случае он выйдет. По поводу пика Верерс Гейминг. Тут все гораздо проще. Есть купол, есть инвокер, демеджа. Туда хватает. Морф хороший лейтгейм. Ну и в принципе пара саппортов. Лина и Винга. Один сейвиш и второй прокастер. Мне в принципе все нравится. Морф в принципе такая своеобразная контраст. Всегда была Лайфсиллером. Лайфсиллер очень любит против Морфа драться. Потому что Морф очень мобильный. Его очень трудно сгрызть. У него и волна, и перекачки. И на репликейте все что может улететь. Так что он с ним не боец такой. Ну что же, и давай представим команды. И так, индусы. Бика играет у нас на Арспирите. Дейспак играет у нас на Дазли. Близзард отыгрывает на Лайфсиллере. Свифти играет у нас на Дестпрофит. Батусай играет у нас на Слардаре. Команда ВГ Юнити. Уфу будет играть у нас на Веншфулл Спирит. Зеки будет играть на Лине Вен. Будет играть у нас на Фейслос Вайде. Ужид будет играть у нас на Морфе. И надо, соответственно, Миде будет играть у нас на Инблокере. Слушай, я вот вспомнила игру Варьерс Гейм. Как раз, по-моему, мы с тобой ее комментировали. Это, по-моему, как раз этот Морф, да? По-моему, да. Который 16-0. Он развалил своих оппонентов, в принципе, как мы выражали с Солянова. Он серьезно сыграл очень хорошо. И вот сейчас мы опять взяли Морфа. Я думаю, что один из, наверное, таких кор героев этого игрока. Ну, ее замесик пошел у нас. Опасно. Опасно надо. Тут Лина в спину заходит. Сейчас на Зеки могут... Далеко-далеко-далеко идет. Надо отходить уже. Рунку-то забрали. Дверну у нас забирают, кстати, Бьет Инфинити. Видите, снизу тоже Слордар. Слордар, у Ластилер подрезал руну. Начало у них уже хорошее. Обратим мы внимание, в принципе, на вардинг-команд. Пока только... Вот два варда поставили у нас. Как раз команда Верерсгейм. Сейчас посмотрим, где свои варды расставят у нас индусы. Ага. Практически там же. Один вардик доставит на хайграунд. У Слордара также есть вард? Не знаю. ДПшка заметила. ДПшка, я Лайкер заметила. Это вард, как он поставил. Прокликал. Интересно, что здесь есть вардец. Чтоб можно было подойти с центрями и подзбить. У Ваншфл Спирит есть центр. Есть ботиночек. Можете спокойно подбежать сюда. Сразу поставить центр и просто съесть этот вард. Сто голды лишними не будут. Не бывает до сотки лишней. Особенно на начальном этапе игры. Особенно для саппортов. И особенно если уже центры имеются. Походу не прокликал. Что-то не собирается бежать. Не прокликал, значит не прокликал. Ну и давай поговорим про лайнинги. Войд будет терпеть у нас сложный против Дазла и Ластилера. Тут на самом деле даже тот же Ластилер, я думаю, против Войда стоит очень даже неплохо. В миде Деспрофит против инвокера. Ну, примерно одинаково будут стоять. Просто интересно, Распирит будет, если Распирит Дазпрофит свои поможет, то может она его инвокера как-то и получится убить, скажем так. Комфортная линия для войны, на самом деле. Мы здесь. Ничего не мешает. Вот он тут даже фармит крипов лесных. Собирает экспириенс. Добивает у него очень хорошо. Сто голдыща спорят. У него очень хорошая анимация. Очень сложно Дазл с этим забрать у него крипов. Притом, с руки у него 69 атаки. Вообще неплохо. Так, по поводу топа. Здесь у нас Слардар терпит против Лины. И Марфа, вот как раз Слардар, может здесь умирать. Они, в принципе, с левелом Прокаста станет чуть сильнее и уже дальше смогут убивать. Особенно, если будет рядом Винга, там два стана, вейвы. Ну и как бы вопросов никакие не должно быть. Винга ищет все-таки тот вард, никак найти его не может. Поставил Сентрю куда-то непонятно куда. Так, Air Spirit вкатывается у нас на инвокера. Однако рядом была Веншфул, Спирит и на развороте. Испирит сам может умирать. Он, нет, дэмэджи пока не хватит. Дэмэджи не хватит. Плюс Death Profit тут показывает, что она к своему Air Spirit не подпустит. Размяли, размяли неплохо на самом деле. У него хилл, правда, имеется, но тем не менее. Для начала так неплохо. Пока все стоят аккуратно вроде бы. Ну, вайда, как мы уже говорили, забрать будет достаточно сложно на этой линии. И самое интересное, либо будет у нас миди с выходом из саппортов, либо в топе подставится Слордар. Ну, потому что Слордара уже хила вообще не осталось. То есть, Нина ему весь хилл выбила. И, соответственно, сейчас ему надо либо аккуратнее играть, либо мыслепрокосцит его. Он, давай, да, сейчас закат может быть, да. Зака будет, скорее всего, убивать война. Это будет? Нет. Грамотно все сделал. Телепорт. Телепорт решил даже прям на базу сделать, чтобы полностью отхилиться. И вот вообще, конечно, ТП-шку здесь сбивать быть нечем. Поэтому он всегда сможет улететь. Если, конечно, сильно не прокосует до этого. Ну, и знаешь, пока вот и на самом деле у нас все очень-очень ровно. В миде по Крепсату, ребята, прям ноль в ноль одинаково. Слордар третий левел, двойт четвертый. Ну, сейчас вот Слордару Крепчики подошли. Тут он сейчас тоже четвертый левел поднял. И я даже пока не могу сказать, вроде все стоят неплохо. Размеренный фарм. Да, да, да. Кто-то по галдешке чуть выиграет, кто-то чуть-чуть по экспулечке. А так пытается как-то гангать, но нигде пока не получается. Нужны левела, чтобы были стопроцентные убийства. Винга стоит просто холл позиции, не прикрывает своего инвокера. Если вдруг уже спирит захочет выкатиться из без профит. Вот, кстати, они могли реально попробовать инвокера забрать. Вокер, кстати, ходил у нас на базу. Он принес ворды для Vengeful Spirit. Сейчас пойдет их расставлять. Понимает, что если Слордара не видно, то, скорее всего, где-то вот здесь он подфармливает. И Винга у нас второго левела. Слордар на базу пойдет. Просто пойдет на базу. Пока никто даже фидить не хочет. Интересно. Ну, давай, делай ставки. Кто первый погибнет у нас? Да, на меди что-то должно произойти, мне кажется. Какой-то размен непонятный, потому что стоят эти четыре героя. Если кто-то подтянется, тот же самый, не знаю, там, Дазл или Лина подойдет. То кто-то тут может и умереть. Мне кажется, кто-то из Vengeful Unity на меди должен умирать. Инвокер, скорее всего. Вот Инвокер, скорее всего, и может здесь отъехать. Однако на развороте Инвокер забирает у нас Air Spirit на First Blood, добивает его Death Profit. Размен пока происходит у нас 1-2. И вот только что, о чем мы с тобой говорили, что-то должно было произойти. Оно и произошло. Однако пока в пользу как раз команды Warriors Gaming. Потому что Инвокер успел сделать ФБ и потом еще погибает Death Profit. Соответственно, выгоднее это было как раз для команды Warriors Gaming. Начало получилось у нас наконец-то на пятой минуте. Счет размочили. Инвокер сделал ТП. Будет собирать он себе, конечно же, Мидос. Ничего там нового придумывать на Инвокере не стоит. Далее. Свардар находит Ингу. Винга просто забирала перед... Ой, ой, ой. Просто стерли. Со всех сторон закидали. Да, да, да. С одной стороны камень, с другой стороны была Death Profit со своим свармом. И, соответственно, Винга поплатилась за свою жадность. Пошла одна чекать руну. Забрала баунти. Ну и на этом все. У нее два варда стоят примерно одинаковая позиция. Но вот как-то нагло немного сыграла. В плане того, что она прям пошла так. В любом случае, размен. Опа. Нет, нет. Войд просто отпрыгнул. По фарму одинаково абсолютно идут что Морф, что Лайстиллер. Им особо хардлайнеры здесь не помешают. Ну вот единственное, что можно сказать. Войда 11 скрипов. У Свардара 13. Даже Свардар как-то... Я ожидала, что Войт немножко получше будет фармить. Потому что у него, как мы уже с тобой говорили ранее, у него там лайн достаточно изичный. Мог позволять себе поагрессировать. Винга в это время в миде получила уже практически пятый левел. Инвокер пошел в леса дофармливать свой рецепт на Бидас. А Винга пока левел получает. В инвизии ходит Эр Спирит. Он третьего левела. И сейчас он поймет, где находится Инвокер. Конечно, убить его не сможет. Даже развернулся. У него сапога нет. Очень медленный. Можно попробовать было бы сагрессировать на Вингу в миде. Но Винга тоже толстая. На самом деле 9 армора. Да, Снюков и можно забрать, конечно же, быстренько. Но мне кажется, какой-то телепорт будет. Посмотрим сейчас. Ну да, Снюков, она умрет. По идее, быстро. Стики еще есть. Стики не спасают. Никто сюда не телепортнулся, не спасал. А если бы она там стики попыталась... На один удар еще спаслась бы. Я думаю, все равно ДПБ еще бы лишний удар делала бы. И вот в ответку пацан-страйк. Хорошо, как отходит у нас Бика. Если пацан-страйк подставился, то было бы опасно. В этот раз Лина забирает у нас руну. Слушай, я уже такое видела. Да, только с Вингой. Вот буквально на прошлой руне, на 6 минут, здесь Винга забирала у нас ту же самую баунти-руну. Ее убили. В этот раз Винги не было. Винга путешествовала. И это решила сделать у нас Лина. Ну, понятно. Ничему жизнь не учит. А решил тоже попробовать протекать. А вдруг не убьют? Да, но как-то не пошло. Так, Мидос уже инвокер улетит. Мидос очень ранее, кстати, хочется заметить. Да, и в лесочек, в лесочек. Но Кентавра. Быстренько. Винга продолжает стоять в Фиде. Ну, Винги хороший левел. Крипов можно было подбить. На самом деле, если она выйдет достаточно далеко, то с профит ее просто уничтожит. Винга стоит в Фиде. В Фиде? Ну да, Фиде получается. Уже два раза Фиде постоял. Сейчас можно было третий. Не, надо аккуратнее стоять. Крипов сейчас на ХГ у Даспрофи. Далее, в принципе, Винга, если выйдет чуть дальше, чем своя река, хотя бы как-то спустится с ХГ. Его, конечно, вот опять же, распирит. Распирит. И где у нас Распирит? Ну, он был в позицию. Сейчас, правда, отошел. Попутешествовать по карте. Может, на Вайдас ходит. А вообще, у Вайдата шестой левелл имеется. Есть у него купол. Как это Вайдата забрать? Очень сложно. Вообще, было бы неплохо, знаешь, если бы Вайд сам реализовал этот купол. Например, сделал прыжок, ТП в мид, прыжок и на Даспрофит. Вообще, Даспрофит, тут с одной стороны у Даззла есть Грейв и ТП. Просто так бы Даспрофит не забрали. Да, ДП все, в принципе, трудно забрать. У него четвертый сифон. Смачок у нас, кстати, от ВГ Юнити. Вингалина плюс Войд как раз этой хроносферой все они. Все-таки хотят, хотят Даспрофит-ка убить. Все они объединяются. Ой-ой, и обратный, обратный телепорт, обратный смог. Опа, встречает Эрспирит Вингу, пошел камень первый, среагировал, получает стан. Даспрофит подрубает экзорцизм, и это, конечно, будет минус все. И Вингу они также убьют, должны... Нет, нет, не пошли за Вингой, пошли за Вайдом. Пошли за Вайдом, все это правильно. А дальше? Вингал убегает. Она убежит, скорее всего, она на транквилах. Нет уже спринтов у Свардара. Или нет? Или нет, или нет, да. Все, не догонят. То есть, наоборот, так далее. Килл для Даспрофит, ребята. Куда, 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 вы чего совсем? Ну, не надо так делать. Ну, вы сейчас фиданете на этом Рошане. А, их не видели, кстати. Их не видели. Слушай, я тварда. Духи под минус армором... Не-не-не, не-не, дамажа. Они испугали, что они на Вижне были. А на самом деле, они забрали бы его. Не знаю, смотри, ультимейт и Даспрофит уже закончился. Да не, они с рук под минус армором забили бы, рано или поздно. Но фишка в том, что они поиспугали, что здесь Вижн стоит у АВГ Юнити. Но здесь его не оказалось. Было опасно, было опасно. Было опасно для Рошана. Потому что, если бы они сейчас, вот, серьезно, если бы сейчас Даспрофит еще Аегис забрала, в плане того, что забрали они Рошана, очень ранее получился был Рошан. И это мало того, что они очень хороший замес сейчас провели, то еще и забрать Рошана преимущество было бы достаточно неплохое. Ну, говорит, мы сейчас можем открыть Нетфорс и видим, что пока Морф, конечно, он стоп-1. Ему вообще никто не мешает фармить. Чуть-чуть обгоняет своего оппонента буквально на 100 золота. Далее следует Даспрофит. Ну, и уже рядом с Даспрофит идет Инвокер. Ну, вот, немного Даспрофит вырвалась вперед за счет Мидаса. Ой, простите, за счет этих фрагов. Однако, опа, только похвалили Морфа. Только я о нем сказала, как он сразу отправляется в таверну. Ну... Спирит очень грамотно вкатился под Сайленс. Просто моментально забрали. Ничего не успел даже сделать этот Морф. И, как ты знаешь, честно говоря, индусы свой пик реализуют очень круто. Ну, вот, не знаю, Ластиллер, в принципе, получил армлет, пошел инфест-бомбу, пошел там гангать, мешать Морфу фармить. Ну, что, Морф Морф с Персой пока сделать ни черта не может. Даспрофит, кстати, через 13 секунд будет ультимейт. Этот тавер они с рук, в принципе, заберут. А на следующем можно будет уже экзорцизм потратить и дальше идти. В это время в Аг-Юнити пытаются спидпушить. Ну, Форш-спирит и будут сейчас. И может с пружинами уже тоже пробовать идти забирать тавер. В принципе, есть Ауру Венги. Морф с руки неплохо уже быстро бьет. Ну, как пока уже левел у него в девятый, в принципе. На второй тавер кликают под духом, под духе будет выход. Да, они пойдут просто на второй тавер. Драться нечем сейчас в Аг-Юнити, просто нечем драться. Да, можно там закомбинировать хорносферы, там, скиллы, но сейчас это не будет работать. Если они могут драться, первое, если у Даспрофит не будет ульты, если будет поставить хороший купол. Это опять же, ну, Даспрофит сейчас ульт закончится, когда я тавер заберу, там еще сколько он продлится. И, соответственно, далее... Ну, пока в Аг-Юнити решили забить на это все и просто забирать тавера. Меняется таверами, они все грамотно делают. Они морфу дают спейс как раз. Мне, на самом деле, это даже нравится, потому что драться они... Они сами понимают, что они драться не могут. В спину выход. Нету глифа, нужно убегать в лес по-вражески. Так, ульта у Даспрофитки нет. Или под хорносферу, смотри, сейчас. Ну, опасно. Или все-таки под хрона? Опасно. А вот здесь, вот на Эджентах? А попробовать? Опасно. А скиллуху показать? Опасно. Очень опасно. И решили они, что опасно. Просто решили уйти. Опасно для кого? Вот тут вопрос самый главный. Не знаю, наверное, для всех. Потому что замес бы получился очень сумбурным. Так как пока нет даже той же линки у Морфа. И инвокер, в принципе, был не с фуловой маной. У него была с маной проблемы. Бинга. Какой лавел? Шестое милсы, в принципе, засвабниться ведь. Вот в Даспрофит не было ульта, с одной стороны. Это уже зависело бы конкретно, кто бы начал первый. Насколько хороший был бы купол и так далее. Успели бы ли они кого-то за этот купол забрать? Либо успел этого героя засейвить Даззл с Граевом? То есть, неоднозначно. Пока та и одна команда боятся драться 5 на 5. Нет у них нужных айтемов. Вот сейчас Винга может сплапать хочет? Да, нужно ли эту? Прям вот смотри нагло, как шла. Это было очевидно, что она захотела сплапать. Пытаться за купол забрать. Кого-нибудь. Кого-нибудь. А вот даже если бы она сплапнула Даспрофит, ее бы там в любом случае Даззл спас. Ну что же, Линкенсфера появляется у Марфа. Первый такой у инвокера. Оу. Так, нет, не получилось. У инвокера появился у нас Юла. Мидос. Надо же заедать. Мидос, инвокер. И пойдем искать крипов. Так, минус заюзан. Теперь давайте посмотрим по другим айтемам. Он Войт, я так понимаю, будет собирать себе Владимир. Пока, на самом деле, непонятно. Тричка есть. А вот очень важный айтем от Слордара, который он... Ну, на самом деле... Ой-ой-ой, как его просто наказали. Знаешь, это даже для Слордара, наверное, в плюс. Потому что он успел купить себе. Купить Зайвер. Ого, ответка. На Войда. Катились. И Митл Тауэр будут собирать. Ну что же, Войда также забрали. Размен Слордара на Войда, на самом деле. Примерно одинаковый. Ну, если посмотрим, Слордар чуть более нафармленный. У него 9 левел, 8 левел у Войда. Войда вообще вот игра как-то не клеится. Потому что он уже три раза у нас умирает. И как-то поэтому он тоже у него все плохо. А у Слордара свой, скажем так, главный айтем есть. Он вот только его купил. Попойно только-только купил. Купол был потрачен. Значит, 85 секунд вы гаюнте не пойдут драться. Ибо опасно. Опасно. Ну, не знаю. А вот как раз у нас Бьёнд Энфинити спокойно могут пойти на Рошана. И есть экзорцизм у Death Profit, который, я думаю, что она... Даже она пока экзорцизм не хочет использовать. Сейчас ташка будет. Просто Ак Рошан не будет отдавать. Все, будет стяжка. Нету хроносферы, да, 60 секунд. Но я думаю, без хроносферы тут... Ой-ой-ой, уже просел тут у нас Ластиллер. Сейчас нужно отжираться срочно. Подмен с армором. Ну, включит их духов своих, заберет этого Рошана. Жалеет. Жалеет духов. Вообще, блин, они бы забрали Рошана, если вы с экзорцизмом были. Ну... Если они сейчас убьют, умрут все из-за того, что Death Profit не захотела использовать свой экзорцизм, это будет вообще провал, если честно. Вообще, Рошана нужно добить у него 1300 хп. Лол! Ты просто... Это... Ну... Ну, это их просто провал. Я не знаю, как на самом деле сказать. Просто Венгу разменяют на забранного Рошана и... Дальше замес продолжается. Минус Венга. Дальше Вайда забирают так же. И... Войт мог не умирать. Просто все грамотно сделали. Ну, замес на Сладара. Ну, так нормально. Ну... Это полный бред. Это их фейл. Это фейл конкретно Death Profit. Вот почему она пожалела этих духов? Зачем они вообще выходили из Рошпита? Не было купола у Вайда до этого момента. Вот сколько его еще там не было? 60 секунд, да? То есть, если бы был... Еще Death Profit Ultimate, они бы забрали. И не потеряли еще ни Сладара, и не отдали бы Оеги сейчас у Морфа Оегис. Спасибо. Сказал Морф. Спасибо, да, ребят. Минус говорит, у нас просто плохо все было. Он еще деньгой собрал, забрал с Рошана. А, говорит, вот, ну, мне как раз не хватало, говорит. У меня плохо по фарму, мы проиграем. Спасибо вам за помощь. Умирайшус перед сверху. Это гем, кстати. Ой, нет, гем, все, нормально, гем забрали. Гем забрали. А кто у нас? Инвокер Сула забрал, да, Роспирита? Да. Красавчик, красавчик. Вот, кстати, инвокер пока вот с морфом, он творится на топовых позициях. Несмотря на то, что вот той же Death Profit 7.1.2, статистика у Морфа 3... Ой, инвокер 3.1.1. Ну, его есть в Windows, благодаря которому, в принципе, настолько быстро фармит, набирает все. Далее, что теперь надо делать в команде? Beyond Infinity, Windows, так, Death Profit должна у нас... Ижить у Тимаэта на Рошана, когда у них еще КП. Ага, нашли Вингу, Вингу здесь. Хроносферма, спасайте, просто развалить этого Лайфтеллера. Ну, надо так и делать. Одна как отличный был Сайланс. Одна как отличный был Сайланс. Одна как отличный был Сайланс. Очень хороший Сайланс. Сайланс не было бы печально все. А так все очень хорошо сделали. И Войт, успеете, интересно ли сгрызать этот звук? Отличный просто камень от Air Spirit, а минус 3. От ВГ Юнити на ровном месте. Вот очередной раз, как-то знаешь, вроде бы они идут вперед, вроде нападают. Купол ставится. Ну, тут сразу какой-то Сайланс по-троим заезжает. Через 9 секунд будет у Дес Профитки у нас ультимейт. Ну, можно либо на этот тавер, либо оставить на ХГ, либо пойти по низу тавера, позабирать. Там еще два внешних тавера имеются, дополнительные деньги. Санстрайк от инвокера мимо. И в ЭГ Юнити, эй, индусы, что вы творите? Нога там сидят, как ты вчера говорил, под солнышком. А вот Морф, Морф Саэгасом. Сейчас еще работают Бьернс и Финч, умирать теперь. Ну, Дазл погибает. Минус 2, Минус 1, Спирит. Нельзя погибнуть, только главное Дес Профит. Потому что Ли Стрих и Стрих все убегают. Минус 2 суппорта, Тауэр не забрали, ничего не забрали. Опять она, кстати, включала ультимейт, но там, на самом деле, они уже были не в позиции, так что там он, наверное, бы ничего не помог, но... Все очень... Смотри, у Вайда все очень плохо. Просто суперплохо. Он 9-й левел, а у него 05-4. Ничего нет, только ПТ-шечка на 20-й минуте, это, конечно, фарм где-то нужно искать. Он идет по Нетворсу, у него 27 крипов, он идет 4-й снизу, и Улина обгоняет из его команды. Ну, это вообще провально. Ой-ой-ой, это инфест-бомба под Слартара. Это минус 7. Это минус много, да. И Морф с Айгасом его должны Айгас мять, у него вообще есть гост, но уходит. Уходит недалеко, а Винга там рядышком. Ловит Морфа. Сейчас его под камень ловят, скорее всего, догрызут. Да, маны-то уже нету. И дальше. Сейчас под Сайлос будет ДП ловить его. Винга хочет свапать, наверное. Прикачку не успел включить. Есть у нее гост. Есть у нее гост. Так, Морф вроде бы ушел, но Минга, конечно же, здесь... Это... Это Бьен Гуд Лайк на ДП на 21-й минуте. 10-1-4. На самом деле, вот это, конечно, то, что они еще Айгасы дали, это было забавно. Но, тем не менее, вроде бы пока тащу, да, 4 героя забрали. В размер не сделали ни одного фрага в Игоюнити. И теперь, может, пойдем, заберем... Они с рук этот тавр заберут. Ну, да. Я думаю, не надо никаких духов юзать. Там Дезолятор... О, нет, Дезолятор есть. Есть Блайтстоун. Торможечка отнимает. Да все бейте по тавру, пока все в таверне сидят. Чего вы в поясенке стоите? Бояться. Ну, тавр забрали. Что теперь? Нет, дальше они не пойдут. На низ нужно смещаться. Все фармить чужих Эншнитов, крипов. Сместиться на низ, заформить весь свой лес, заформить вот эту линию и выйти на тавр. Но они делают чуть другое. Они хотят напасть сейчас. У тебя опять через МСС-бомбу? Так, вкатывается Эрспирит. Не очень удачно на этот раз. Купол ставится достаточно неплохой. Эрспирит мог... Быстро сейчас умрет Энвокер. Нет, не умирает. Тут давай. Умер. Нет, все-таки умирает. Умирает. Подрубает экзорцизм Дез Профит. Пока размен один в ноль. Очень хороший полгрейф от Дазла по Эрспириту. Можно забирать на урок. Попробовать. Ну, Энвокера нету. А Энвокер не будет побегаться, потому что физически сделать что-то не может, так как у него нет денег. А что назад-то? А что назад? Ну, Дазла дает два подхила. И под ДП, ДП фуловое будет. Можно попробовать забрать. Не забрать, а накоцать очень сильно. Чтобы потом прийти и добить. Эх. Нет, нет, нет. Хотя я не понимаю, почему, что могло их остановить, так как купола у Вайда нет и нет инвокера. Все. Свапа нет, ничего нет. Ничего нет. Даже если свап был, кого бы он там свап был, ну, Дез Профит, поднял бы себя на Юла. А есть, опять же, рядом Дазл, которому сможет любой ситуации, ну, практически в любой, да, грейп своему там, Дез Профит в данном случае. Как-то побоялись, побоялись. Ну, на самом деле, ладно. Ничего страшного решили, может сказать, более на верочку. Вдруг байбэкнулся бы инвокер. Однако там было бы уже очевидно, что он не байбэкался. 3500 денег у нас есть на руках у Дез Профит. Это очень много. Это очень много. А она собирается в БКБ. Вот так вот. Это хороший артефакт. Полезный. Не догон. Не догон. На потме не догон. Как в прошлой игре у нас было. Ну, далее. Сейчас остался только рецепт. Следующим можно забрать тавору Т1. К этому времени примерно там появится Рошан. Забрать Рошана. Забрать еще один тавор. И заканчивать. У них все для этого имеется. У них у Лайфстиллера максимально крутые артефакты для такой минуты. Ему там, ну, на будущее Кираса и так далее. Это, понятное дело, у него появится. Но я имею ввиду, с этими артефактами, вот эта Лина, Винга, они для него прям, не знаю, два удара. Третий, вон, пройдет с пассивки в сабли. Все. Этериал появляется у Морфа. И вот тут становится интересно. Потому что в прошлый раз с появлением Этериала Морф вообще просто стал разрывать. Здесь же вот такого преимущества у Морфа нет. Да, он как-то по Натворсу выглядит неплохо. Он даже опережает своего противника Ластиллера в данном случае по Натворсу. Но, тем не менее, ему будет сложно. Здесь и Грейв есть, здесь подхил есть. Надо еще... Сайланс тоже есть. То есть, если он попадает под Сайланс, он уже там не уйдет никуда, если его успеет за это время сгрызть. Ситуационно, конечно, будет. Но вот пьяница, все понимают, почему вместе не идут они. За Тавром. Непонятно. Ну, все, БКБ имеется. Дарошан, две минуты. Иди за Тавром. Ничего придумать не надо. Первый этот спушит, забрать. Ну, я про него и говорю. Вам не предлагается, не предлагается на второй эти сразу. Можно Тир-1 забрать. Бесполезный Тавр уже, который никто защищать не будет, скорее всего. Морф. Морф, Морф, Морф. Морф, что-то не ходят. Никого-то не ищут. Шутгана не пытается никого убивать. Ну, сложно, боится. Морф с Арканой. С какой Арканой? Это просто... Нет, не Арканой с Арканой, с Имморталкой, то есть. Ну, который меняет это все. Да-да, волну. Волну и Адаптив. Все у нее зеленое. Противное. Где экшен? Нету экшена. Крипов бьем. Скан. Хороший ПНГ прошел. Ну, а где смоки? Это тебе не Лукасы, которые о смоках просто всю игру ходят. Ну, там смоки чужие, свои кредит смоки. И не знаю, где они их берут, но они постоянно их используют. Здесь вот у нас как-то, знаешь, пассивно играют. Пассивно. Пассив, Тим. На что Ионг оформит интересно. 2000 денег. Даггер может. Владимир собрала бы какого-нибудь. Как так-то? Был бы там, не знаю, 12-8, я бы еще, да, сказал бы. А тут в два раза. 19-8. В два с половиной почти. Ну-ка. Ну-ка, выход. Ну, сейчас замес, который решит все. Кому достанется Рошан, кому достанется Тувра, кому достанется Аегис, кому достанется... О, неделика, хорошо инвокер стоит. Ой, как плохо кастует скиллы. Да, ах. Все-таки вайда не успели забрать, потому что отличный был swap от Vengeable Spirit. Купол ставится по одному ластеру, ластилер погибает. Ох, убили даст профит, как ее убили? Неужели из... Не, это что вообще происходит? Что сейчас? Не знаю, минус 5, Тимбайп. ДП убили как? С прокастоморфа. Как с прокастоморфа? У нее БКБ, у нее ЕУЛА, у нее ДАЗЛ. У нее не езает. Не работает. Как не работает-то, это же... Ну, не работает, бывает такое. Не работает БКБ. Ты же не первый раз видишь, когда БКБ не работает. По-моему, как вообще это произошло сейчас? Что должно было произойти, чтобы прям все не сработало? Все не сработало. Вспомни этого Карла. тоже не работает и у и у blink shift все не работает все вопросов больше не имеет там тоже не работа но здесь как-то вообще не работала либо просто за такой прокаст мгновенно убила она она смотрела на другую часть карты не увидела этого всего но что-то уж совсем странное было ну и сейчас все такие такие морфы не проигрывает уже по идее хорошему слушай в прошлое вот я еще раз говорю этот игрок на морфе очень много отыграл он выиграл одну игру соляного да и в крипа мы только что похвалили морфа и он сделал прокаст в крипа да он сделал прокаст крипа и сейчас может еще умереть нет мил тут он умер бы а ягис как раз потерял бы ну там венга на свапе состоит постоянно я кстати отгадала даггер да да хорошо еще не все отгадываешь я просто знаю когда рапиру кто потеряет я просто сказал что он сейчас купит рапиру он купил ее правда мне сказал что он сейчас первым умерет потеряет ее заберет медуза и так все и вышло сейчас в казино пойдем пошли все на черное все почему на красный не стоит использовать не по назначению волны против казино тоже видишь против азартных игр скажем так тогда не пойдем опа класть и а чё про кастом даешь него а он не может прыжа парашку он закончился там уже вот только сейчас закончится не значит у меня плохо с графикой было но в любом случае а ластер погибает погибает и как же хорошо все вот вы начали индусы они по фрагам вроде все делали они в мид убили у них опять же ластер фармил у него как только появился вот тот же самый арм ли это он пошел за лесу с лордара убили марфа куполы вроде не самый хороший ввод тут загноблен так что его в жизни никто так загнобить не мог вообще бедной столько раз умер у него было на творце ниже чем у своей живины вот как ты отмечал уже да и на этом просто просто один замес вот нокер может стать подстрять и вот и подстрел или или не подстрел творишь он убежал еще что еще свапы и сразу блин дагер от венге да и ты там конечно хорош ли не можно так и начать обычно как атаки если начинаешь со свапа то ты размениваешься ты свапаешь убивают там кого-то кого-то свапнул убивают разве что успели а тут свапы сразу дагер к своим можешь еще стану спидать дать тому чуваку которую ты реакции просто не хватит она должна успевать практически ой 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 моментально просто стерла и стилер ты где в алтаре а где байбек есть ббк есть а Ginger и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...